Библейский портал экзегет.ру представляет Толкуем Писание, читаем Писание, занимаемся экзегезой с порталом экзегет.ру. Тема нашего сегодняшнего разговора – глава шестая книги пророка Амоса. «Горе, беззаботном на Сионе и беспечном на холме Самарии, вам, велиможи первого из народов, опора всего Израиля». В этом стихе, стихе первом, Амос занимается для него обыденным, привычным делом. Обвиняет, обличает народ, народ Северного Царства и народ Южного Царства Иудеи. Уточним, обвиняет не всех, а велимож, элиту этих народов, этого единого, но разделенного, впрочем, народа. Ваши велиможи, они неадекватны, ваши велиможи, они беззаботны и они беспечны. Они не могут уловить суть проблемы, они не отвечают, они не выполняют за возложенные на них обязанности. Проблема Израиля и Иудея – это дурная элита. Элита и социальная, и политическая, и экономическая, и в том числе элита религиозная. «Горе вам, беспечные и беззаботные элиты. Вы полагаетесь на ваши горы, на ваши холмы, на ваши крепости, на ваше укрепление, но все это однажды не сработает. Об этом нам рассказывают в очередной раз, повторяясь снова и снова одни нам уже знакомые идеи, в этом месте пророк Амос. «Пойдите в Калне, взгляните, потом великий Хамат, сходите и в Гат Филистимский. Вы ли мощнее этих царств или их владение обширней?» Называются города, вот Калне, Хамат, Гат Филистимский, которые считали себя великими, да, какими-то влиятельными, но они пали. И Амос, и его аудитория об этом падении, крушении, завоевании, они наслышаны. Итак, вы, Самария, ты, Иерусалим, вы что мощнее, вы что сильнее этих городов? Нет, вы не сильнее и ваше владение не обширнее. Вы хотите отсрочить день беды и лишь приближаете торжество насилия. На ложах из кости слоновой, развалясь на них небрежно, ягнят понежнее едят, телят потучнее едят. Опять Амос касается описания роскошного, изнеженного жития элит израильского государства. В главе пятой это были женщины, помните, мы с вами говорили о телицах васанских. Здесь это, видимо, ну тут не указан пол, это, видимо, и мужчины тоже. И вот описано их, их быт представлен здесь такими деталями, да, ложа и слоновой кости. То есть нечто дорогое. На них вы, развалясь небрежно, вы едите, вы кушаете, вы потребляете нежную, жирную, вкусную пищу. Ягнят и телят. Вы роскошествуете, но вы беззаботны, вы беспечны. Горе роскошествующим и беспечным. Сразу можно спросить и Бога, и Амоса, а что? Роскошь это плохо? А что? Если есть возможность покупать дорогую пищу, нельзя этого что ли делать? Что, но мы должны есть нечто простое, грубое и безыскусное? Ну, дорогие друзья, конечно же, нет. Не в этом проблема. Проблема не в богатстве, а в природе этого богатства. А в том, что в Израиле господствует сверхэксплуатация, когда кто-то имеет все, а кто-то не имеет ничего. Бог так не задумывал устройство и общества своего народа, и устройство поведения человека. Это все противоречит Божьим представлениям об обществе и человеке. Напевают под звуки лиры, музыканты не хуже Давида. Из жертвенных чаш пьют вино, умастясь лучшими благовониями. О крушении рода Иосифа их не печалит ничуть. Описывается в стихе 5-6 это самое пиршество. Вот они вот возлежат, у них вкусная, нежная и тучная жирная пища, телята и гнята. Они слушают музыку. Музыканты, как Давид, еще более искусные им играют, пьют вино. Но их благовониями и с разными там мазями, ладаном окружает запах. И чаши, они пьют вино из чаш, которые называются чаши жертвенные. Ну, довольно тонкая, но угадываемая. Легко раскрывается смысл этих двух стихов. Конечно, мы тут находим много элементов, связанных с культом. Конечно же, это в храме, в святилище поет музыка Псалмы Давида. Там есть чаши, чаши жертвенные. Там закалываются ягнята и телята, жертва Богу. Элементы, которые указаны здесь, они все присутствуют в храмовом ритуале, в храмовом культе. О чем это говорит? Амос подсказывает нам, указывает своей аудитории, что эти люди сделали предметом почитания, религиозного поклонения самих себя. Они служат сами себе. Их Бог – это они сами, их роскошь, безопасность, благополучие и мирские удовольствия. А так жить нельзя. За это первыми в плен пойдут. Там лежать, пировать не придется. Вот ирония первая в обществе, первая в изгнании. Первая из тех, кто потерял все, первая из тех, кто получил, вот, на ком свершилось Божье правосудие. Владыка Господь клянется собою. И так говорит Господь, Бог воинств. Гордость Иакова отвратительна мне. Ненавистно его укрепление. Город со всеми жителями я предам в руки врагов. Даже если в каком-то доме останется десять человек, то умрут и они. Родственник придет за телом, чтобы умастить его предпогребением. Вынося покойника из дома, он спросит того, кто остался внутри. Есть там еще кто-то? Тот ответит – нет. Тогда он скажет – тихо, лучше не призывать Господа. Начинается сюжет, понятно, да, вот, Бог говорит о том, что ваше укрепление, ваши города, ненавистно мне, их возьмет враг. Они не устают, не устоят. А окончание этого фрагмента стих 10 довольно для толкования непростой. Тут вообще о чем идет речь? Какой-то описывается диалог, да. Входит человек для погребения, спрашивает вышедшего из дома, там есть оставшиеся, он отвечает – нет. В ответ спрашивающий говорит – тихо, лучше не призывать Господа. Ну, вот есть два толкования этого стиха. Толкование первое. Есть там кто-нибудь живой? Вопрос, ответ – нет. И спрашивающий обращается к Богу с укором на какое-то, может быть, богохульство, какое-то обвинение Бога в свершившемся. И в ответ на это богохульство, обвинение Бога звучит призыв – тихо, лучше не призывать Господа. Другой вариант – вопрос, есть еще живые дома? Ответ – нет, никого в живых. И дальше – лучше не призывать Господа. Возможно, такой смысл этого второго варианта. Дескать, живые-то есть, но мы об этом не скажем, потому что как будто бы Бог узнает и тоже их погубит. Вот в крайней степени какого-то отчаяния, недоверия Богу сквозит в этой описываемой сцене. «Скоро Господь повелит дворцы обратить в руины, дома обратить в развалины. Разве кони по скалам скачут? Разве пашут валами моря? А вы превратили правосудие в яд, в полынь, в плод справедливости». Ну, мы читали об этом в предыдущих главах, об этом шла речь, о том, что ваша справедливость, она подобна горькой траве, подобна токсину, подобна яду. И то, что должно было общество делать безопасным, здоровым, чистым, должно было очищать общество, это все, ваше коррумпированное псевдо-правосудие, псевдо-справедливость, это все отравляет общество Израилева. «Вы рады из-за Ло-Дивара? Говорите, своими силами мы взяли Карнаим. Скоро, израильтяне, говорит Господь, Бог воинств, народ я пошлю на вас, который станет вытеснить вас от Лева-Хамата до Ложбины-Аравы». Но вот в стихе 13 какой-то есть, видите, город Ло-Девар и Карнаим. Это города, которые взяли при Иераваме II или около того времени примерно, израильтяне. Это были маленькие поселения в Зиордании, и вот они хвалятся этими завоеваниями, как будто бы они внушают надежду, уверенность в себе, в своих силах и оптимизм. Но на самом деле все это ничего не значит. «Скоро я на вас пошлю, да слава Богу, народ, который будет вас стеснить все дальше и дальше, от города к городу, от Ложбины к Ложбине». Дорогие братья и сестры, книга пророка Амоса – это есть грустное размышление Амоса, его учеников и дальнейших переписчиков, традиции дальнейшей о том, почему случилось бедствие с Северным Царством. Это есть такое глубокое размышление, рефлексия и стереософия. Автор как будто пытается понять, ну почему Боже случилось с твоим народом именно то, что случилось. И вот есть ответ, который вытекает из этого текста, который формируется в сознании Амоса, переписчиков традиции Амоса. Ответ такой – вы грешники в социальном плане, у вас нет равноправия, справедливости, правосудия, лучного суда. Мудрец у вас должен замолчать, как об этом мы читаем в главе пятой. Ну, дорогие друзья, такое общество обречено на исчезновение, на то, что оно не имеет, не будет иметь никакого будущего. Потому что залог этого будущего и спасение, процветание – лишь Бог Израилев, от которого делами, поведением, своим социальным образом жизни эти люди отвратились. Дорогие друзья, мы читаем с порталом exg.ru книгу пророка Амоса. У нас была сегодня шестая глава. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует...